Деньги найдены, грабители задержаны. На улице Татарской произошло вооруженное нападение на предпринимательницу. В спецавтомобиле бронетехника и 350 сотрудников правоохранительных органов учения получились яркими и реалистичными. А не пойти ли вам купить словарь? Появится ли новый сборник бранных слот «Помощь судьям»? В воскресный день многие рязанцы решили посвятить культурным мероприятиям, например, сходить в театр. Люди рассчитывали на эмоции, но от игры трупы. В тот вечер на сцене работал коллектив Московского государственного театра киноактера. Зрительный зал замер в ожидании спектакля «Прекрасная жизнь». Но полностью сосредоточиться мешали непонятные звуки в первых рядах, вспоминали потом очевидцы. Оказалось, пожилому зрителю стало плохо. Артисты немедленно остановили игру. Среди зрителей присутствовали врач и девушка с образованием медсестры. До приезда скорой помощи они делали мужчине искусственное дыхание, однако помочь не смогли. Приехавшим врачам оставалось только констатировать смерть. По словам супруги усопшего, недавно ее муж перенес инфаркт, а накануне перенервничала из-за того, что опаздывал к началу спектакля. Настоящие страсти в духе сериалов о бандитах разыгрались на улице Татарской. Главный режиссер массовых сцен не имеет никакого отношения к кинематографу и за сценарий ответит уже в суде. В полицию обратилась 38-летняя местная предпринимательница. На нее напали прямо на крыльце офисного здания. Я шла с дружинкой, шла отсюда, и здесь на меня напали. Вот прямо здесь. А как вы сейчас все вместе? Кто там подошел? Два молодых человека, русские, один плотный, второй худой, подошли со стороны отсюда, получается, с левой стороны, и ткнули пистолетом в район ребер и, угрожая, сказали, сумку давай. Выяснилось, что в тот день предпринимательница получила крупную сумму наличными для расчетов с поставщиками. Деньги женщина держала в сумочке и за пару минут до нападения вышла из своего офиса, чтобы в соседнем здании пополнить счет на мобильном телефоне. Пострадавшая заметила, что вслед за машиной, в которую сели грабители, последовала еще одна. Пятеры злоумышленников-полицейские задержали по горячим следам. Старшему из подозреваемых 30 лет, младшему 19. На заднем сидении машины и травматический пистолет, и деньги более полумиллиона рублей. А кто надо умеет? Никто. Ну, сами решили? Самый решили, да. Этой грани к чему злоумышленникам и в голову не пришло, что в их гениальном плане есть существенный пробел. Он давно не тайный и известен сотрудникам уголовного розыска. Ты ранее судимый? Да. Статья? 112. В каком году? В этом. А, ты и сейчас судимый? Да. Сначала в поле зрения полицейских попал ранее судимый за хищение 30-летний Рязанец. В ходе оперативной разработки выяснилось, что он подыскивает напарников. Несмотря на многочисленность, группы злоумышленники надежно соблюдали меры конспирации. И явно не ожидали, что не успеют даже почувствовать вкус украденных денег. Сейчас задержанные под стражей полицейские выясняют их причастность к другим аналогичным преступлениям. Хорошо, когда молодежь успевает работать в двух местах и учится самостоятельно зарабатывать на жизнь. Плохо, если это выходит за рамки закона. За дополнительную подработку железнодорожный районный суд Рязани назначил 19-летнему Дмитрию Попову наказание в виде 5 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Молодой человек был торговым представителем книжного издательства и решил совместить эту деятельность со сбытом наркотических средств. В апреле 2014 года на парковке у ТРК Политаевский подозреваемый продал синтетический аналог Гашиша своему знакомому. Тогда задержали трех потребителей и самого дилера. В ходе расследования уголовного дела сотрудникам управления госнаркоконтроля удалось привлечь в качестве свидетелей еще четырех молодых людей, которые признались, что регулярно приобретали у Попова спайс. На тот момент злоумышленник уже имел непогашенную условную судимость как раз за сбыт и хранение наркотиков. Приговор вступил в законную силу. Спецавтомобили, бронетехника и 350 сотрудников правоохранительных органов понадобились, чтобы справиться с массовыми беспорядками, освобождением заложников, розыском и задержанием подозреваемых. К счастью, все это только учение. Но реализм поражает. Жители города с тревогой и интересом наблюдали за длинной колонной из двух десятков серьезных автомобилей. Автобусы с личным составом и БТР следовали в Стенкино. Именно там по плану предстояло разобраться с массовыми беспорядками. Разбушевавшуюся толпу заблокировали и разобщили зачинщиков, задержали и вычислили район, в котором могли скрыться беглецы. Но оказалось, злоумышленники взяли в заложники женщину. Для спасения жертвы понадобились огневое прикрытие бронетехники и бойцы спецподразделений. А в это самое время в окрестностях села Стенкино разыгрался другой сценарий. Легковушка не отреагировала на требования инспектора в ГИБДД и попыталась скрыться. В салоне автомобиля бежавшие заключенные и их пособники. Погоня привела полицейских в село Дашки-2 Рязанского района, где в пустующем здании и укрылись преступники. Пришлось брать нарушителей штурмом. Погибших нет. Правила въезда в Россию и работы в чужой стране для мигрантов ужесточили. А нелегалы по-прежнему находят лазейки. Удивительно, людям проще привыкнуть к антисанитарей и постоянным рейдам, чем выучить, наконец, русский язык и научиться жить по закону. В этой комнате особо и не развернуться. Рядами стоят кровати. Жильцов много, а судьба одна на всех. Привычными вялыми движениями протягивают паспорта и одеваются на выход. Мигранты и сами понимают, при таком халатном отношении к оформлению всех разрешений, их поимка – дело времени. А вы кто? Вы кем приходите? Нет, я из соседей. То есть вы детей там оставили в Узбутинске и приехали все работать? Да. Вопрос полицейских, кто сдавал экзамены по русскому языку, повис в воздухе. Длинной вереницей нарушители смиренно плетутся к служебному автомобилю. Уже в течение этого года составлено около 300 протоколов за нелегальное пребывание на территории региона. В административном порядке судебными органами выдворено 66 таких лица. Нарушают законы, все равно ищут виноватых. Управлением ВД России по Рязанской области обращается к жителям региона с просьбой сообщать в местные подразделения полиции о подобных теремках, где могут проживать десятки нелегалов. Следующие несколько минут программы, как бы странно это ни звучало, мы посвятим ругательствам и оскорблениям. А точнее рассмотрим все плюсы и минусы нового законопроекта депутата Госдумы Михаила Дегтярева. Он считает, что судьям просто необходим сборник бранных матерных слов. Не для того, чтобы яснее выражать свои эмоции, а для лучшего понимания ситуации. Предполагается, что словарь будет использоваться при рассмотрении дел по статье 152, это защита чести, достоинства и деловой репутации, а также по статье 561 КАП РФ оскорбления. По задумке Дегтярева, каждые три года эксперты должны будут пополнять неприличный словарный запас. По данным судебного департамента при Верховном суде РФ, например, в 2013 году за оскорбление наказали 14 тысяч граждан. Обошлись как-то старыми словарями. Мы решили лучше изучить вопрос с помощью рязанских специалистов. Мое мнение, что такой словарь, да еще с грифом для судей, вообще выпускать, по-моему, не очень целесообразно, мягко говоря. Я должна сказать, что это кажущаяся простота, что можно найти определенный перечень слов, которые позволят решить эту проблему. На самом же деле это может грозить самыми настоящими судебными ошибками. Благодаря яркой палитре звуков и безмерной фантазии наш человек на какие только буквы не посылает оппонентов. Даже эксперты порой разводят руками и не могут дать правильное лингвистическое заключение, ввиду простого незнания некоторых редких или новейших бранных слов о выражении. Мы прекрасно знаем, что довольно часто в русском языке слова используются в переносном значении, да, то есть это метафоры. Женщина – это преданное мужчине как собака, да. А можно сказать – ты собака. О том, что такое протокольный язык, сами знаем не понаслышке. Там исследователи порой выдают такие шедевры, что сразу и не разобраться. По изнасилованию бывают целые такие перлы в обвинительных заключениях, в обвинениях. Одна из молодых следователей, я помню, написала по делу об изнасиловании при предъявлении обвинения, что женщина была изнасилована белым продолговатым предметом. Вот. Ее спросили, почему ты так написала? Она говорит, ну вот он все матом-матом говорил. Она говорит, а я не знаю, как это называется. Именно на совести лингвистов лежит расшифровка и главная оценка тех или иных сказанных слов. Разумеется, с учетом контекста и интонации, в которых слово приобретает конкретное значение. Я скажу, что, допустим, даже в уголовной среде, да, вот на допросах или даже в камерах, в общем-то, не принято употреблять какие-то ругательные выражения. Другой вопрос, что если речь идет о так называемой фене, жаргоне, но это совсем другое, жаргон где-то употребляется, конечно, в той среде. Но сами ругательства, я помню, по молодости, я как-то допрашивал одного жулика, ну и решил тоже крутизну показать, и так во время этой перепалки ругнулся. И тут я скажу, жулик мне сделал замечание, говорит, товарищ следователь, а вообще у нас ругаться не принято. Возможно, некоторым депутатам иногда стоит заглядывать в уже существующие словари. В одном из них, например, написано «жаргон» – это внутренний язык разнообразных сообществ, например, тюремного. И это вовсе не означает, что он состоит исключительно из-за обидных слов. Убегать. Канать. Обрываться. Правильно. Говорить неправду. Фуфу толкать. Хорошо. И так. Пивная. Тошниловка. Ограбление. Гуп-стоп. Еще в молодости, когда я был студентом, я работал, как говорится, в качестве студенческой подработки в зоне воспитателя малолетки. И вот я помню до сих пор, мне один паренек спел песню, значит, канает пес на садку, ливирует, где шармачи втыкают виллы на легке. Ну и дальше. И я, конечно, тоже думаю, что он хотел сказать, а он мне продолжает. А я хотел ее подхрамзать, наменжурить, но как бы шнифт не выстеклили мне. Потом он объяснил, что вот шнифт не выстекли, значит, не выкололи глаз. Для таких там каких-то вот переводов, но это не является оскорблением, это как бы жаргон. Существуют словари, они есть и для служебного пользования, для сотрудников, для того, чтобы могли понять, о чем речь там. А ну-ка, поди сюда, Федя, сядь, возьми бумагу, пиши, следи-ско, поставь тире. Нехороший человек. Раскалываться – это значит предавать, сознаваться. Мягкий знак поставь. Есть миллион случаев, когда сторона ИСА и сторона ответчика привлекают разных экспертов, и их точка зрения противоречит. А как вы хотели, язык – живое явление. И суд исповедует принцип максимального повышения состязательности сторон. Есть методические рекомендации, которые изданы гильдией лингвистов-экспертов Москвы совместно с Роснадзором в сфере печати массовых коммуникаций. В основном это касается спорных текстов СМИ, но применяться это может гораздо шире. И там приблизительный перечень, вот определены группы слов, которые могут иметь оскорбительный оттенок или оскорбительный характер. Но обратите внимание, могут иметь. Потому что сделать окончательное заключение можно только, имея на руках текст или высказывание, условия произнесения. В интернете уже появились советы, что словарь бранных слов специально для судей необходимо создавать исключительно в электронном виде. Никакая бумага не вытерпит такого количества изменений и дополнений. Лично мы для себя сделали только один вывод – лучше заранее думать о том, что и кому говоришь. Слово, как известно, не воробей, а если еще и сказано сгоряча, может обойтись очень дорого. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова